Год без капитана. Сегодня почетный гражданин города Наиль Сафин, 16 лет в руках которого был штурвал городского совета ветеранов, отметил бы свой юбилей 85-летия. Но в прошлом году, 16 октября, после продолжительной болезни он скончался. Сегодня его родные, близкие и воспитанники кадетской школы посетили могилу Наиля Зиятовича, у которой вспоминали о его делах и решениях. Если бы сегодня он был с нами, мы бы поздравили его с юбилеем, с 85-летием. Но мы будем помнить о нем, ведь он является нашим почетным кадетом. Для кадетов 82-й школы Наиля Зиятович был наставником. Он взял юных моряков под свое широкое и могучее крыло. Поэтому быть сегодня на аллее героев у могилы капитана первого ранга для них дело чести. Он был для нас как друг, как отец, опекал нас, помогал во всем, готовил нам форму, заказывал все для нас, сделал все, чтобы у нас были в Челнах моряки самые лучшие, самые красивые. Наиль Зиятович был всегда для меня большим примером. Он всегда строго соблюдал форму одежды, неважно это был матрос или офицер. И вот осеннюю тишину городского кладбища нарушили стихи. Эти строчки посвящены Наилю Сафину. Служить в родине, гордо, высоко, долг священный нести до конца, как бы ни были годы жестокие, море пламени, буря, свинца, смертный бой, принимай без трусости, а по щаде врагов не молит. Чуть более года назад, когда он почувствовал, что болезнь берет верх, Наиль Сафин попросил отставки с поста председателя совета ветеранов и успел передать дела своему преемнику. Рафик и Майкин вспоминают, что Наиль Зиятович будто спешил довести задуманное до конца. Имидж свой он заработал сам в нашем городе, не зная никого абсолютно, ни друзей, ни товарищей и так далее. И попался, так будем говорить, в такие времена, когда у нас Советский Союз развалился. Были тяжелые времена, раздирали Россию на счастье. И в те годы Наиль Сафин, забывая о себе и личных проблемах, делал все, чтобы помочь своим ветеранам, которые доверились ему. Ведь порой и надеяться-то им было больше не на кого. Особенно тяжелые мы были в 90-е годы. Вот Флера Ивановна Андреева сидит здесь. Вот в этом сале мы дважды проводили такое совещание со взрослыми неплательщиками пенсионный фонд. Добились мы тогда выплаты пенсионный фонд. В феврале 2013 года Наиль Сафин покинул пост, но с самим Советом ветеранов он при этом не прощался. Был всегда рядом. Год назад в Дворце культуры энергетик прошла гражданская панихида. Сотни людей тогда пришли попрощаться с почетным гражданином города и проводить его в последний путь. Как и тогда, сегодня кадеты возложили цветы к могиле и воздали почести человеку, который научил их не бояться трудностей и всегда идти вперед. Так, как делал он сам.